Всем доброго времени суток, с вами снова Олег Соломаха и Никита Петров. Мы продолжаем, ну я по крайней мере надеюсь, что долгожданную серию видеороликов по славянской защите. Больше, по-моему, больше двух месяцев уже не выходило новых роликов. И вот сегодня наконец-то эта пауза прервется. Насколько мы с Олегом помним, последнее видео было посвящено в славянской защите основному варианту, после конь Ф3, конь Ф3, конь Ф6, конь С3, ДЦ, А4. И в предыдущем видеоролике мы смотрели ход славянской защиты, ход редкий, ход отчасти ловушечный. То есть там мы упомянули вот эту вот идею с жертвой фигуры, после конь Е5, конь Д7, в дальнейшем Е5, конь Ж4 оставляется под боем. Но все-таки мы еще в том видео отметили, что в некоторых вариантах белые могут рассчитывать на небольшой перевес, поэтому основной рекомендацией в данном цикле видеороликов, как, собственно, мы уже отмечали и в предыдущих частях, будет ход славянской Ф5, является ход славянской Ф5. И тут белых, ну, по сути, три основные возможности. То есть, ну, Ж3 будет рассмотрена в ролике по варианту Фианкета в различной редакции. Возможно, ролик будет записан вместе с Петром Андреевым. Ну, и это далеко не самая удачная редакция, конечно, в которой белые могут войти Ж3, то есть, ну, видимо, черный сразу начинает бороться за перерез. А три основных хода кандидата, это конь Ж4, которые мы будем рассматривать вот в данном видеоролике. Но он наименее загружен теорией, и, скорее всего, поэтому видео получится не таким уж длинным. Также есть ход Е3. Насколько я помню, сейчас он самый популярный на высшем уровне. Есть ход конь Е5, который, как бы, согласно всем теоретическим книжкам, считается основным, но как раз вот на конь Е5 я буду за черных рекомендовать такой относительно боковой вариант, поэтому не исключено, что по степени теоретической загруженности видео с ходом Е3 будет наиболее тяжелым для восприятия, скажем так. Ну, а в данном видеоролике конь Ж4 ход выглядит немножко странно. Все-таки шестой ход, всего лишь шестой ход белоделок, и уже коня отводят на край доски ради какого-то одноходового нападения на слона. Ну, есть свои плюсы у этого хода. И вот тут у черных есть две принципиальные разные возможности, мы обе из них покроем в данном видео. Ну, основной ход будет Слон С8. На мой взгляд, ход Слон С8 просто-напросто сильнее, чем альтернатива ход Е6. Но у хода Слон С8 есть один серьезный недостаток. Ну, мне кажется, он достаточно очевиден. Заключается в том, что белые могут пойти конь Ф3. Да, конь Ф3, слон Ф5, конь Х4, слон С8, и, как говорится, рука начала, начиная с начала. Да, и эту позицию мы уже не так давно видели. Ну, опять же, может быть, Слон С4, слон С8, ничего не изменилось. Но вот часто бывает так, что, например, турнирное положение, или там разница в рейтинге, или еще какие-либо факторы заставляют нас... То есть, предположим, наш соперник отчаянно хочет сделать с нами ничью белыми, а нам вот кровь из носу нужно побеждать. В этом случае ход Слон С8, наверное, подходит неоптимально. Или, по крайней мере, вот уже один раз повторив позицию, здесь нужный раз Слон С4. Другое дело, что, возможно, вообще славянка это не оптимальный дебют для ситуации, в которой победа нужна как воздух, потому что белые могут сыграть все-таки разменный вариант. Опять же, по поводу разменного варианта, мне кажется, в одной части... То есть, мы не покрывали его террорию, но в одной из частей данного видеоцикла я рассуждал, по крайней мере, на тему разменных вариантов разных дебютов. Так что не буду повторяться. Разменный вариант еще не гранит для ничей, потому что славянка подходит для борьбы за победу даже против сильно уступающих рейтинги соперников. В этом ничего криминального нет. Но все-таки не всегда хочется подставляться под повторение на седьмом ходу. Поэтому в качестве альтернативы, именно с этой альтернативой мы, пожалуй, начнем обзор отхода коня H4. И здесь есть ход Е6. Ход Е6 выглядит не очень натурально. И одна из его особенностей, то, что ход Солнце 8 был известен очень давно, еще с середины 20 века. Ход Е6 относительно молодой. Насколько я помню, ход придумал гроссмейстер Чернин, советский гроссмейстер, эмигрант, где-то в начале 90-х годов или в конце 80-х. Ход выглядит очень ненатурально, потому что черные позволяют белым достичь преимущества двух слонов. Но практически партия даже еще до середины дебюта, скажем так, не дошла, а уже белая получает преимущество двух слонов. Пешка на С4 явно не удерживается. Казалось бы, у белых большое статическое преимущество. Однако... Ну да, в чем же здесь интересное дело? Ну, это немножко тяжело объяснить на словах. Это, скорее, можно показать вариантами. Ну, то есть ты хочешь порассуждать по поводу вот этого вот пешечника? Ну да, и потом пытаться белым менять все фигуры. Да, то есть, предположим, мы сняли из доски пешку С4 и поменяли все фигуры. Нет, значит, пешку С4 как раз не снимаем, она вообще, по-моему, особо не мешает. Или она лишняя? Нет, она лишняя, она лишняя пока. Она же лишняя. Она, разумеется, потеряется, но тут не все так очевидно. Дело в том, что по-моему... По-моему, даже пешечник, пешечник, по-моему, ничейный. Вот мы снимаем. Ну, пешечник, слон G7, нет, здесь просто черные нибудь, наверное, даже, пешечник. Ну, G6, там G7, это, конечно, один из возможных планов. Но, в общем, еще один момент, почему это все возможная реакция за черных, это потому что белые все-таки должны сейчас озаботиться тем, чтобы отыграть пешку на С4. То есть, скорее всего, ну не скорее всего, практически наверняка, ход Е3 сильнейший в данной позиции. Но, когда белые пойдут Е3, они серьезно ограничат своего чернопольного слона. Это означает, что в ближайшие, ну, ходов 20 преимущества двух слонов сказываться не будет, и в основном С1 очень пассивен. И в качестве единственного, ну, как бы, потенциального источника перевеса белых остается только лучшая пешечная структура, которая... Далеко тоже не факт, что она останется в пользу белых на протяжении долгого промежутка времени, потому что рано или поздно черные поставят коня на Е4. Белым придется выбирать, либо бить на Е4 и выпрямлять черным структуру, либо терпеть коня на Е4, но это очень сильная фигура. Это, в общем, такое вот базовое какое-то объяснение, почему вообще черные можно идти на эту позицию. Но, опять же, надо, конечно, смотреть все более подробно. Такс, вот у меня немножко в моем ПЖН-файле немножко в другом порядке ходов. Получается, вот эта позиция, то есть уже после одного повторения. Конь в 5 Е. Ну, дело в том, что если сейчас белые не пойдут Е3, то весьма вероятно, что у них просто... Они придут сыграть без пешки, без особой за нее компенсации. То есть ход Е3 это тот ход, который вы будете видеть в 99,9% своих партий, если вдруг вообще в вашей партии, конечно, дело дойдет до этой позиции. То есть Е3 ход основной. И вот тут возможны оба хода, и слон Б4, и слон Д6. Но вот конкретно моей рекомендацией является ход слон Б4. Белый, разумеется, отыгрывает пешку до нога. То есть это пока можно оставить без серьезных комментариев. Сторон заканчивает развитие, конь Д7. Ну и вот ситуация стабилизируется, и вот здесь уже белым нужно определиться с планом. Ну и вообще с тем, что они собираются делать хотя бы ближайшие 5 ходов. Дело в том, что, как я уже говорил, если белые не делают вообще ничего, то конь приходит... ферси приходит черный на Е7, ладья на Е8, черный гает А5. В одном из предыдущих роликов я очень долго распинался о полезности хода А5 в данной структуре. Ну и в похожих структурах. Конь приходит на Е4, и белые, видимо, просто оказываются в худшей позиции, потому что черные постепенно развивают давление на королевском фланге. А что-то противопоставить ему не получается. Ну и вот тут я выделил три основных хода. Ну и это действительно три самых популярных хода в этой позиции. Ход Ф3, то есть механически препятствуя появлению коня на Е4 во всех вариантах. Ну, конечно, у хода Ф3 есть недостатки, в том числе поле Е3 прослабляется. Ход Ферзь Б3, который выглядит не слишком гармонично, но белый, опять же, имеет конкретную идею забрать на Б7. То есть вход Ферзь Б3 надо всегда рассматривать в подобных позициях. Ну и вход Ферзь С2, который основной, наиболее часто встречающийся, но, на мой взгляд, тоже серьезного, серьезного ТРСа белым давать не должен. Ну, в каком порядке будем смотреть? Олег, выбирай. Мне кажется, стоит Ферзь Б3 начать, потому что это самое... Ну да, Ферзь Б3, а почему, например, еще Ферзь Ф3 плохо? Да нет, Ферзь Ф3 неплохо. Дело в том, что Ферзь Ф3 можно сыграть, получается, например, на ту же... Ну, Ж6 придется играть, да? Да, ну и после Ферзь С2 тоже придется играть Ж6. Белые просто лишены возможности пойти Ф3 при Ферзь Ф3. Ну вот, давай сделаем какие-нибудь здесь напрашивающиеся ходы. Ну, слон Д2, да? Ну, логично. Ну, надо как-то его взрывать, выкуливать, да? Ну, предположим, Ферзь Е7, ладья... Какую-нибудь ладью на Д1, да, или как? Ну, понимаешь, с Ферзь Ф3 белым немножко тяжело это ходы делать. Ну... Ну да, согласен, я понял, да. Ладья Д1, конь Б6, слон Б3, потом ладья Д8, конь Е4, конь Д5. Черные прихватывают все вот эти белые поля, устанавливают такую блокаду. И, не знаю, мне вообще это появится больше, что черных нравится. Ну, согласен, да. То есть это... Вот я вот чисто спросил, так это, с точки зрения, именно... Почему бы так, типа, не сыграть? Ну, понятно, именно, что Ферзь Ф3 просто становится не уделом. На Б3 разница в том, что он хотя бы еще на Ферзь Ф3 поддавлен. Ну да, то есть на Б3 он давит на Б7, а основной ход Ферзь Ц2, как я уже говорил. Это немножко... Ферзь Ц2 это просто улучшенная версия хода Ферзь Ф3. Чуть-чуть. А вот поэтому Ферзь Ф3 не забивал свой файл, на самом деле. Ну, ладно, начнем с Ферзь Б3. То есть белые, таким образом, намекают на слабость пешки Б7. Разумеется, ну, размен слона на Ц3 он вообще не обсуждается, потому что... Тогда вот слон выйдет на А3, преимущество двух слонов выйдет очень серьезно сказываться. То есть, ну, позиция полослона Ц3 безнадежна для черных просто. А, ну да, опять это крайне типичная реакция во всех вот этих славянских структурах на ход Ферзь Б3. Ну, опять же, белые могут развиваться слон Д2. Ну, черные ничего особенного тогда не придумывают. Играют Ферзь И7, ЛД8, КНБ6, ЛД8, КНБ5. Все по, в общем-то, по тому же плану, что указано после Ферзь Ф3. Но только Ферзь на Б3, если он не забирает на Б7, он стоит еще хуже. Потому что он крайне ограничен со своими же собственными фигурами. То есть, ну, принципиальный ход КНБ2, слон Д6 и Ферзь Б7, ну, это проигрывает. Там, мне кажется, на Н2 что-то полетит. Потом КНБ4 и как-то там очень все это глядит грозно на королевский фланг. Я вот не смотрю даже в нотацию, просто так смотрю и как-то, ну, слон Н2 здесь, не знаю. Ну, наверное, не сразу, а сначала ЛД8, а потом слон Н2. Да, ну, в общем-то, черный выигрывает. Действительно, выигрыш связан с идеей слон Н2. Но единственное, есть один нюанс. И желательно, ну, не обязательно, но желательно примерно запомнить, что здесь дело черными. Потому что, ну, в противном случае белые просто с двумя лишними останутся. Или с лишней фигурой, послодно Н2. Дело в том, что ЖТНННВ, Н2 тут не совсем обычная. И разница в том, что ЛД8 подключится. ЛД8 подключится ЛД8, как ни странно. Ну и сейчас... Да, она с Б6, когда слон освободится с Д6, ИК, например, на Ж4, она через Б6 перейдет на А6, и на Ж6 куда-то сюда. Да, ну, собственно, в этом моя идея, но, опять же, желательно все это исполнить в правильном порядке. Ну, мой порядок кодов, он проверен с компьютером, и я помню, что оценка здесь примерно на минус 3. Слоняя b8, ферзь c6, слон h2 шаг, ну, не брать такого сона нельзя, там, даже на король ж1 просто конь g4, ферзь она на h4 вылетает, лодяя на b6. Поэтому, если лучше страдать, то хотя бы за фигуру, конь g4. Ну, и тут после король ж1 белый просто получает мат. Ну, ферзь h4, да, здесь стандартная реакция. Ты еще поменял. И он, я думаю, владимир помогает, потому что там еще берут сначала, побежу, теченые на h2 сначала, повторяют позицию, там, ферзь h4, король ж1, а, ну, даже так. Мне кажется, повторять позицию не стоит, зачем? Ну, и белый остается без ферзя, и подматывая так. Ну, да, согласен, и так, и так выигрывает. Ну, хотя там их х4, король ж1, ферзь h2, король. Ну, там, мне кажется, просто добьют. Ну, как бы, главное лишний шагов не дать. Там вообще в конце вилка на e5 будет. Какая вилка? То есть, когда король на d3 загонится... А как его загнать? Ну, ферзь h2, король ф1, ферзь h1, король е2, ферзь g2. Не, так нельзя. А, там ферзь! Ах ты ж, блин, вот какой, а! Ну, да, вот поэтому важно о ладе b6 сыграть все-таки. Согласен. Иначе, вот, иначе можно было побить наш 2 сразу, и ферзь на b7 не защищает. Но, к сожалению, вот вариант король ж1, он вообще, по сути, он не критический. Критический вариант король ж3. Да, и тут вот, ну, как бы обычно в таких, после вот этой типовой комбинации, черные либо дают шаг ферзь с c7, либо с d6, либо выскакивают с ферзьом на g5. Оба хода в данном случае не выигрывают. Ну, точнее, ферзь с c7 просто нет хода и ферзь с d6, а ферзь с g5 не выигрывает ввиду e4, если я не ошибаюсь. Ну, а выигрыш есть после хода ладе b6. То есть, насколько помню, компьютер вообще считает, что здесь самое сильное за белых, это отдать ферзя, но мы, наверное, это обсуждать не будем. Дело в том, что если не... Нет, на поле... Так, если не отдавать ферзя, то его на 2 куда-то убирать. Ну, а полей немного. Поле-то всего 2 на самом деле. Это поле f3 и поле d5. Насколько я понимаю, правильно? Да. Но если ферзь f3, то ладе b6 побеждает. Да, конечно, ладе b6. Да, и вскрытый шаг допускать. Е4, главное, никаких здесь не спасает, потому что это не ферзь на g5, а он 1g6. И она не пересмотрена. Ну да, то есть грозит миллиард скрытых шагов, но конь е5 из них самый действенный. Ну, а если король отходит, то просто ладе b6, ферзь h4, например. Я думаю, это уже можно дальше не смотреть. Ну вот. Поэтому ход... Ферзь f3, поэтому слаб. Ну, любой ход проигрывает, но ферзь f3 проигрывает совсем просто. А после ферзь d5, получается, ситуация, которая довольно редка для жертвы сла на h2. Чёрные выигрывают, но немножко неожиданно. Они играют ферзь c7. Ну и тут... Ну, я выделил основным ходом f4. То есть король f3, но f4 ничего не меняет. Дело в том, что в любом случае, предположим, король f3, ну, выглядит более натурально короля на е2 спрятать. После f4 ровно такой же ход выигрывает. Ладе b6. А, и на сочери отлетает. Да, и если... Ну, то есть... А, ферзь херзь овится. И херзь овится. Нет, вообще просто ферзь овится. Да, и не овится. Ферзь бьёт... Ферзь бьёт f5. Ну, тогда, во-первых, можно его всё-таки поймать после ладе f6. И... Ну, вот это предыдущий заканчик. Ферзь f5, ладе f6, и тот конец ладе бьёт. Ну, да. Ну, и кроме того, на c4 падает. И после того, как падает на c4, ещё на f1 висит. На ферзь b5, важный момент, просто вторая ладе бьёт включается. Ну, в общем, всё это, конечно, не очень сложно. И, теоретически, можно найти во время партии. Без массовых проблем. Но, тем не менее. Раз уж мы делаем дивидное видео, то стоит провести. Тем более, вариант довольно красивый, симпатичный. И, казалось бы, ничего не... Назовём этот вариант... Да, назовём этот вариант таблетка жадности. Здесь белый как раз наказывает за свою жадность. Да, ну, вроде бы ничего не предвещало. Позиция спокойная, и уже через 8 ходов белый получает мат. Нашенько неожиданно. Ну, таким образом, ферзь b3 ход сомнительный, а взятие на b7 просто проигрывает. Поэтому так играть не стоит. И остаётся у нас два хода, f3 и ферзь c2. Ну, очень часто они тесно переплетаются между собой. И игра примерно... Примерно, ну, по одинаковому сценарию проходит. Что в случае f3, что в случае ферзь c2. Ну, предположим, начнём с f3. У меня просто здесь достаточно короткий примерный вариант приведём. Ну, после f3, опять же, чёрные могут играть по... По тому же плану. Ферзь e7, конь b6, ладе d8, ладе e8. Ну, вот тут вот... В качестве нисколько именно дебютной рекомендации, сколько показать вот другой план, который возможен вот при такой структуре. То есть чёрные могут играть не на белопольную блокаду, по полям там d5, не давление на эти пешки, а могут сразу порвать позицию путём c5. Но единственное, лучше это сделать после вступления ферзь e5. Ферзь c2, c5 тут. Опять же... Чтобы, видимо, уводить на d8, да, Никит? Ну, на d8, а c8 как? Да, наверное, наводи. Ну, дело в том, что c5 это достаточно сильный удар по центру, и белые допустить размены на d4 не могут. Потому что если чёрные поменяют... Конечно, у них тогда изолятор будет, и просто эволян c8 дает. Да, то есть проблема даже не в том, что это пешка изолированная, а в том, что она, скорее всего, потеряется. Это слишком слабый изолятор, и его конец f3 не защищает. В общем, белые не могут допустить размены на d4. А если они сами меняются на c5, то он самый простой ферзь c5, и, несмотря на прямую... Ну, тут невооружённым взглядом видно, что чёрные владеют инициативой. То есть слон на c1 не выходит. Пешка e3 слабая, король под рентгеном, f4 ресурс в вариантах достаточно неприятен. В данный момент слон на c4 под боем. Одна ладья выходит на c8, другая на e8. Ну, белые явно испытывают серьёзные проблемы тут. Поэтому брать на c5 тоже невыгодно. И поэтому остаётся единственный разумный ход d5. И, в общем-то, в большинстве случаев вот такое изменение структуры было бы в пользу белых. Ну, потому что всё-таки какая-никакая, но проходная на d5. Да, но при этом заступляется в позиции, я так понял. Ну, тут чёрных не то, что спасает, а сколько оно просто чёрным помогает здесь конкретика. Опять же, вот почему я не сделал ход с e6 на коне h4 основной рекомендации. Позиция очень сложная стратегически. И легко себе представить, что белые постепенно... То есть, если белые играют сильнее, играющие белым шахматисты сильнее, чем играющие чёрным шахматисты, то не исключено, что он достаточно быстро переиграет. Потому что всё-таки два слона, центр, структура в центре такая достаточно сложная, непонятная. Белые могут e4 в какой-то момент провести. Это не самое... Скажем так, выучить вариант e6 и понимать, что в нём происходит на коне h4, это не самое простое занятие. Но если вам нужна победа, а сопернику нужна ничья, то, к сожалению, другого выхода не остаётся. Ну вот, а после d5 чёрный, как я уже сказал, выручает конкретик, они могут сыграть конь b6. У слон под боем. Дело в том, что если слон отходит по диагонали g8, a2, то чёрный играет c4, просто вырубает его на остаток партии. Поэтому надо играть слон d3. И вот тут вот крайне неожиданное, на мой взгляд, решение. Слон бьёт c3, bc и c4. И позиция из такой вот, ну, более-менее типично славянской превращается в, скорее, структуру из защиты Немцовича или, может быть, защиты Рогозина. То есть, после слона бьёт f5, ещё один важный точный ход g6. Слона гоняет буквально по всей доске. Ну и можно убрать его на h3, можно убрать его на e4, в любом случае чёрные забирают пешку. И, несмотря на преимущество двух слонов у белых, на мой взгляд, ну, поменьше моей равенства здесь чёрные должны держать. Это, опять же, не обязательно. Чёрные могли играть ферзь e7 или e8, но важно иметь вот этот вот ресурс c5 ввиду подобного типа позиций. Именно поэтому я, собственно, привёл этот вариант. Ну, а теперь, собственно, то, что является главным продолжением. Ответ на конь bd7. Не f3, не ферзь b3, а ход ферзь c2. Белые практически вынуждают чёрным сыграть g6. Нельзя сказать, что чёрным это так уж сильно мешает, но, тем не менее, возможно, они предпочли бы сделать какую-то другую. Вот вводим ферзь e7 или конь b6, а вот приходится играть g6. И, ну, опять же, тут я приведу два коротких варианта. В первом случае белые всё-таки играют f3. Не пускают коня на e4. Ну, и, возможно, в будущем намекают на то, что они сами проведут e4. То есть, вот, Олег, смотри, если представить, что чёрные не делают совсем ничего, совсем ничего, то не исключено, что белые... Да, даже вот этот ход, это не совсем ничего, потому что уже на e4 можно, видимо, выбить на c3, а потом выбить на e4. Ну, в общем, сделаем, например, ход ладец c8. Например, спекулируя... Ладец c8 тоже ход, блин. В общем, здесь крайне тяжело сделать бесполезный ход за чёрный. Ну, предположим, какой-нибудь король g7. Действительно, ход ничем не помогает. Тогда уж белые могут провести e4. И это крайне полезно для них изменение структуры. То есть, пешка проскакивает на e5, и белые получают серьёзный перевес. Ну, может, почти решающий перевес, на самом деле. Да, потому что здесь уже на самом деле... Ну, какой же 7 ещё ход, конечно, очень кооперативный. Был того, что он ни как чёрный не помогает ещё и... А то, возможно, и там, что он g5, на 6 подставляется. Ну, какие-то ещё насчёт хода g6, допустим, ферст-2. А g6 как вынуждена, ещё есть ферст-5. Ну, тоже так защищает пешку. Да, в общем-то. Не исключено. Но мне кажется, что всё равно, с приставкой ходов, опять же, те же самые структуры. Всё равно потом играем g6, то же самое, c5, наверное, в 1, c8. То есть, здесь именно игра... Ну, в таких вот структурах уже игра именно схемами какая-то получается. То есть, не конкретная игра, где слоношла, да, отлетела. Ну, именно конкретные ходы. То есть, если, например, чёрные это не находят, то, что они просто остаются без верхней, плюс по позиции. Ну, да, то есть, Олег прав. И здесь, именно поэтому я не просто не привожу длинные варианты, потому что они все будут абсолютно бессмысленны. То есть, шансов, что на каждом ходу и у чёрных и белых очень много ходов кандидатов примерно равноценных. И приводить... То есть, я мог бы просто скопировать первую линию компьютера вплоть до 30-го хода, но она бы не слаба никакой смысловой нагрузки. То есть, там, вторая линия компьютера может быть ничуть не слабее, чем первая в подобного типа позициях. Или, там, третья. Потому что действительно ни одного форсированного варианта. Ну, ферзь А5 единственный момент, почему мне ферзь А5 нравится меньше, чем g6. Потому что ферзь А5 в целом... Не знаю, такой полупринцип... Ну, это, конечно, принципов тяжело назвать, что вот ферзь А5 чёрные скорее хотели обстрелять, когда белые поделятся с планом и пойдут f3. Потому что, если белые пойдут просто слон d2 и будут играть на медленное развитие, то чёрные предпочли бы иметь ферзя на d8 или на e7, когда они играют конь b6, чтобы ферзя не отрезать. И ещё чёрные предпочли бы иметь пешку на a5. Поэтому, скорее, ферзь А5 всё-таки чёрные играют, когда белые уже пошли f3 и обозначили то, что они коня на e4 не пустят, и там сами ходом e4 спекулируют. Ну, это, конечно, нюансы, и ход ферзь А5 возможен, но всё-таки вот... Не знаю, мне кажется, что g6 посильнее. Ну да, я просто спросил, потому что ты сказал, что ход вынужден, и я имею в виду, что ферзь А5 ещё одна такая возможность защитить. Да, это надо иметь в виду. То есть во многих позициях, на самом деле, ферзь А5 сильнее. Ну вот, и после g6 у белых две возможности. Точнее, опять же, белый мог сделать любой ход, там, король h1. И, ну, вы должны примерно представлять, что делать тут. То есть либо ферзь e7, конь b6 план, либо ладья c8, c5, потом коня куда-то на e5 или на b6. Совсем без плана чёрные играть не могут, потому что рано или поздно белые подготовили e4, проведут, слон на c1 вскроется, и белые выиграют. То есть надо быть очень аккуратным тут. Без плана играть нельзя. Но, опять же, я не могу здесь рассматривать каждый ход, вроде h3, король h1, это отняло бы неоправданно много времени, тем более не забывать, что ход e6 не является основной рекомендацией всё-таки. Ну вот, поэтому вкратце посмотрим f3. Белые хотят провести e4, но белому важно учитывать один тактический нюанс. Этот нюанс чёрным позволяет здесь сделать ещё один отход, который конкретно как бы не препятствует e4. Отход он для c8. То есть чёрные готовят c5, и казалось бы, белые здесь успевают пойти e4 вперёд, но, к счастью, чёрным находится ход к b6. И это двойной удар на пешку d4 и на слон c4. То есть очень важно иметь в виду этот нюанс. И белым, и чёрным. Проблема в том, что пешка ещё теряется с шахом. То есть, ну, предположим, слон ушёл, fd4, fe у белых нет никакой компенсации за потерянную пешку. Вообще никакой. Поэтому белым надо играть всё-таки аккуратнее. Ну, собственно, этим объясняется такой ход, как, например, король h1 в этой позиции. Но сейчас белые уже серьёзно хотят пойти e4, но чёрные им не дают этого сделать, играют c5. То есть вот ещё один момент. Когда вы понимаете, что белые прямо сейчас хотят провести e4, и вы не успеваете поставить белопольную блокаду, то e4 допускать крайне нежелательно. Потому что позиция из примерно равной неясной становится, ну, плохой для чёрных и серьёзными перспективами получить просто мат по ослабленным чёрным полям. Поэтому всегда надо следить за тем, чтобы в ответ на e4 было либо тактическое поражение, там, конь b6, либо вы должны играть c5 на опережение. То есть здесь у белого хода e4 нет. Ход d5 опять же приводит к вряд ли таким уж хорошим последствиям после конь b6, слон a2, c4, думаю, что у чёрных просто лучше. Или слон c3, конь d5 даже, просто лишняя пешка. Ну вот. И поэтому у меня здесь проведён вариант слон a2, a2, a8. Ну и опять же, позиция неясная. У белых есть свои плюсы, у них очень сильный слон a2, но в то же время центр под напряжением. В любой момент чёрные могут побить на d4 и образовать этот изолятор. Изолятор будет очень слабым, скорее всего, потеряется. В качестве компенсации за это белый активизирует, конечно, своего чернокольного слона. То есть тут нужно учитывать стратегические нюансы, то есть меняющуюся обстановку буквально на каждом ходу. Позиция непростая, но я считаю, что у чёрных есть контршансы, вполне неплохие, и компьютер, в общем-то, со мной согласен. Что всегда радует, на самом деле. Ну, в общем-то, мы рассмотрели самый опасный здесь за белых план. План cf3, подготовка и продвижение e4. Ну, а если белые играют спокойнее, играют слон d2, вот в этой позиции, то чёрные просто особо не мудро, кстати, отвечают a5, там, ld1, ld8. Вместо ld8 ничуть не хуже ход f7. То есть много различных альтернатив на каждом ходу, и у белых, и у чёрных. Ну, примерно получается вот такого, такого типа позиция, и у чёрных здесь явно полноправная контр-игра. Обратите внимание, что, казалось бы, структура плохая, но вот будь у чёрных пешков вместо f5 на e6, у белых был бы явный перевес, потому что у них была бы прямая идея провести e4 и захватить центр. А так, вроде как у чёрных плохая структура, сдвоенные пешки, а на самом деле именно эти пешки лишают белых конкретного плана тут, на мой взгляд. И, ну, за счёт этого у чёрных получается полноправная контр-игра. Так что, на этом, я думаю, такое краткое рассмотрение хода e6 по цвету на конь h4 можно закончить. В который раз повторюсь, что это не является моей, по крайней мере, основной рекомендацией. Позиции получаются очень сложные стратегически, с некоторыми стратегическими рисками у чёрных, но когда вам нужна победа, так играть вполне можно. Компьютер, сразу скажу, что компьютер считает, что ход e6 очень сильный, и у чёрных вообще нигде не хуже. По-человечески я не так в этом уверен, всё-таки два слона это два слона, но... Ну, играть так можно. И, особенно если вам нравятся такие структуры, то почему бы и нет. Ну, а нам пора приступать к рассмотрению главного. Ответа на конь h4, по крайней мере, главного для этого видео. Да, это слон c8. Слон c8. Ну, ход выглядит тоже странно, так же, как у f4. То есть, вообще непонятно, чем стороны занимаются. Ну, и тут у белых, по сути, три основных хода кандидата. Один из них мы уже вкратце осветили, это ход конь f3. В ответ на конь f3, я думаю, что самый сильный ход зачёртым слон f5, слон f4, тоже возможный. Я думаю, что с конь f3 на этом можно закончить. А два других хода, это e3 и e4. Ход, сразу скажу, что ход e3 намного более опасен для чёрных, приводит к намного более сложным, насыщенным позициям. Но ход e4 амбициозный, и важно знать, как на него реагировать. То есть... Ну, первый ход находится без особых проблем. Потому что это, например, в принятом ферзеровом гамбите. Это уже фактически правило. Если соперник пошёл e4, то дабы не попасть просто под пресс и не проиграть сразу, обычно надо играть e5. Ну, то есть в принятом ферзерах, конечно, есть альтернативы, вроде конь f6 или конь c6. Но тут другая позиция. Тут реально, если не пойти e5, то... С чёрным предстоит крайне неблагодарная оборона. А с другой стороны, после e5 нет вообще никаких проблем. То есть... Надо выучить буквально небольшое количество теории тут. И я думаю, что именно чёрные будут бороться здесь за перевес. Ну, у белых два основных хода. Это ход, который практически никто никогда не делает. Ход с лом c4. Но ход очень опасный. То есть именно чёрный получает перевес, но нужно знать его на зубок. Ну, и есть другой ход, d e, который делается в 90% случаев в этой позиции белыми. Но ход просто слабый. Именно чёрный получает комфортную позицию, вообще не напрягаясь. Да, дело в том, что, видимо, потому что после d e, белый-чёрный играет ферзбер d1. Если конь бьёт d1, то конь бьёт e4. А если конь бьёт d1, то конь g4. И это удар на пешку еля и ел крылья в два. Это стандартный, я так понимаю. Ну да, для многих подобных позиций стандартный приём. Собственно, сейчас надо показать на доске то, что Олег только что сказал. d e. Ну, кроме как d e, у белых здесь нет других нормальных ходов, потому что конь f3 просто е, d. Даже конь d4 или ферзь d4, чёрный просто развал основан на c5. И у чёрных получается перевес в развитии, плюс у них пока лишняя пешка. И когда чёрные прогонят фигуру с d4, её можно будет даже и защитить с e6. То есть в этом случае у белых просто чуть хуже. Опять же, даже если они заберут пешку на c4, в ближайшем будущем никогда лучше не будет. То есть этот ход рассмотрения не заслуживает. А d e, да, d e, ну, ферзь d1 абсолютно вынуждена. Снова у меня почему-то куда-то девается нотация. Да, ферзь d1. Ну, и у белых две возможности, как Олег справедливо сказал. Конь бьёт d1 и король бьёт d1. Но единственный, на самом деле, нормальный ход это конь бьёт d1, потому что после король бьёт d1, конь g4. Дело в том, что вот сейчас на доске материальное равенство и висит на f2. То есть белые должны защищать на f2. Видимо, ходом король e1. Но я ничего умнее не вижу, по крайней мере. И после конь e5, мало того, что чёрные забрали эту пешку на e5, у них в данный момент ещё и лишний материал, потому что на c4 защищено. И этого коня не так легко сбить. Потому что если пойти f4, то конь d3. Слон d3, cd. И понятно, что пешка, скорее всего, не желез. Но если белые промедлят, то чёрные защитят с b4 конём. То есть пойдут конь a6 и конь c5, либо конь b4. Ну а если белые сразу её будут брать, ну абсолютно понятно, что это вряд ли может привести здесь к чему-то хорошему. То есть 3-0 следующий ход, но и у белых явные проблемы, причём большие. Да, с таким королём... Да, то есть несмотря на то, что ферзи разменены, но, в общем, это, скорее всего, будет беда просто у белых. Поэтому, видимо, надо делать какой-то другой ход, слоны f4. После слоны f4 чёрные могут пойти слон d6, и белым, чтобы забрать эту пешку, приходится отдавать слона. Ну и опять в чёрных перевес, причём достаточно комфортно. За счёт двух слонов и слабости, чернопольных слабостей у белых. Поэтому ход король bd1 совсем слабый, надо играть конь bd1. Но после конь bd1 чёрные могут забрать на e4 немедленно. Тут у... взять 114 вынуждена. И тут ещё один такой важный ход. Прочем заметить его очень легко, с ним 4 шах. Белые лишают срокировки. И проблема даже не в этом, а в том, что чёрные развиваются легко и с комфортом. И после короля d2, кунь d7. Ну, вряд ли у чёрных может быть серьёзный перевес, но то, что они владеют инициативой, это абсолютно, на мой взгляд, очевидно. Ну, а если вы после 11 декадов, не сделав ни одного сложного хода, получаете чёрную инициативу, то вряд ли вам нужно что-то больше от дебюта. Но мне, по крайней мере, совершенно точно не нужно. Ну, то есть, у белых плохой король, плохая координация фигуры, слабость на e5, её приходится защищать, ухудшать свою координацию фигуры ещё дальше. Но чёрный-небольшой перевес, и белым нужно играть очень аккуратно, чтобы не проиграть. Поэтому ход d2 не опасен. А вот ход после e5, сломб dc4, это совсем другое дело. Дело в том, что вот сейчас у белых заметный перевес в развитии. Чёрный, нужно что-то делать. То есть, скорее всего, нужно брать на e5. То есть, на d4, прошу прощения, пешкой. Опять же, отходы коня серьёзно не рассматриваются, потому что чёрный будет сломб d4 в шах. Вот e5, это другое дело. Это тоже более-менее типичный приём за белых, в том числе в принятом ферзевом гамбите. Но тут он с небольшой изюминкой. Если сейчас чёрные берут коня, то они просто получат худшую позицию. Поэтому надо брать на c3. И казалось бы, ну, после какого-нибудь там ферзь d8, король d8, у чёрных просто лучше. E, f, d7. Но если взять на g7, то он g7 на c3 защищен. Такой вариант. У чёрных просто громадный перевес, просто выиграна позиция, скорее всего. Поэтому надо брать на c3, немедленно. конь f6. В данный момент у чёрных одна лишняя пешка. Взять она f7 вынуждена. Но и тут видно невооруженным взглядом, что просто за счёт лучшей структуры у чёрных заметный перевес, и только они играют на победу. И казалось бы, на этом рассмотрение хода слон c4 можно заканчивать. На самом же деле, конечно, всё намного сложнее. Дело в том, что после взятия на c3 в белых есть удар слон f7. И если вот играющий чёрными шахматист не знает, что тут делать, не знаком с теорией, или, может быть, не смотрел это видео, то желание сдаться просто нестерпимо, если честно. Потому что кажется, что партия на этом просто заканчивается. На короле f7 белый забирает. Но он не теряет ферзья, а король e7 не сыграет, потому что возьмёт просто конец шах. Ну да, то есть потом чёрные могут взять на d8, белые могут взять на d8, у них просто лучшая ночка. Нам можно там пойти ферзь h5, например. Таким образом защитить слона, и с королем на e7 чёрным вряд ли суждено выжить. Поэтому чёрные должны отдавать ферзя. Ну и... Кажется, что чёрные без ферзя, на самом деле, всё не так просто. Есть ход cb. Есть ход cb, с уходом третья, да. Да, после cb чёрные создали две угрозы. Первая угроза — это взятие ладьи. С проводом пешки в ферзи. Вторая угроза — это вскрытый шах с... То есть не вскрытый шах, а обычный шах с на b4 со вскрытым нападением на ферзя. После чего чёрные отыграют весь материал и остаются с лишним. Теперь, кажется, что белые проигрывают. На самом деле всё не так просто, потому что у белых есть вот такой вот шах. Ферзь c7. И казалось бы, чёрному королю шах. Сейчас чёрные закроются, белые возьмут на b2, а останутся с лишним ферзем из лучшей позиции. Это максимум, что человек может посчитать в реальной блиц-партии. То есть он может досчитать на c7, понять, что у чёрного действительно безнадёжно и сдаться. На самом деле всё не так просто, потому что чёрный играет король e6. Очень жёсткая конкретика, безусловно. Веселье продолжается. Да, во-первых... Чёрные просто отдают слона с шахом. Чёрные отдают слона с шахом. Ну и самое главное, что чёрные уже теперь не грозят, кажется, что не грозят съесть ферзя. На самом деле всё далеко не так очевидно. Ну, у белых два хода. Это ферзь бьёт c8 и слон бьёт b2. И, разумеется, мы оба их должны посмотреть. Ну, потому что позиция крайне сложная. Именно здесь компьютерные варианты очень важны. Ну, начнём с ферзь c8 в шах. После ферзь c8 чёрные неожиданно играют конь d7. И вот теперь от двух игроз белые защититься сразу не могут. Потому что грозит и лдя бьёт c8, и ба ферзь. Ну и, то есть, после ферзь c8 чёрные даже не бьют на а1, а играют с б4 и шах. Только потом бьют на а1, и белый король, видимо, получает мат. Ну, не видимо, а получает мат. Поэтому ферзь c8 ход не обсуждается. А, ну, понятно, слон бьет b2, ладья бьет c8, просто... Или слон бьет b2, слон бьет b4 проводят просто в плохой позиции у белых. То есть, даже если белые заберут на f6, они останутся в эндшпиле без одной пешки и с плохим королем. Потому что король чёрных очень быстро прячется на f7. Ну, поэтому единственный ход это ферзь d7. Ну, и даже здесь после короля d7 слон b2, слон b4 и шах. Чёрные, ну, если не побеждают, то, по крайней мере, получают очень комфортный и очень значительный перевес. Потому что после короля e2 можно взять на e5, и белые не успевают ничего здесь добиться. Опять же, чёрных, как часто бывает в славянских структурах, выручают ход a5. Может, кажется, что ладья b1, нападение на пешку b7, но a5, слон защищён, слон стабилизирован. У чёрных просто одна личная пешка. Плюс слон на b4 сильнее коня на h4. А король чёрный, ну, в случае какой-то реальной опасности, которой пока не видно, он всегда может убежать. То есть, ну, явно здесь белым не хватает огневой мощи, чтобы чего-то добиться. Поэтому после ферзи c8, конь bd7, ну, как нетрудно убедиться, у белых нет ничего лучше, чем вот этот плохой анчпиль. То есть, с одной частью этой загадки мы разобрались, ну, что же делать на слон бед b2 после короля e6? То есть, угроза бра-ферзь нейтрализована, ферзь белых жив, и кажется, что всё у белых хорошо. На самом деле, коня h6. И как ни странно... А, и меняется, что ферзь и волица. Да, и как ни странно, ферзь белых запутывается в лагере чёрных. Ну, и тут у белых есть два способа отдать этого ферзя за две фигуры и остаться без одной пешки в итоге. То есть, нет, на самом деле, способ 1, потому что ферзь за 5, слон b4, шах, ферзь b4, и конь b4. То есть, каждый шевел мог взять e5, и у них не так уж плохо, но здесь конь c2. И тоже, конечно, эта позиция заслуживает дальнейшего рассмотрения. То есть, король d2, коня 1. Может быть, король d1, коня 1, fg. А, тут у тебя до 8 шах. Да, на самом деле, в общем, я прошу прощения, я не добивал этот ферзь, видимо. Белым здесь приходится делать, чтобы не попасть в этот промежуточный шах с d8, белым приходится делать крайне неказистый ход король e2. Ну, явно король хочет стоять не здесь. После коня 1, fg, к счастью, для белых. А фигура не отыграет? Ну, наверное, да, в крайнем случае, черные могут просто пойти на d8 и на любое взятие короля f7, и потом отдать качество обратно, и будет ничья. Ну, или они могут еще поиграть, потому что все-таки здесь 3 на 1, и эти пешки могут быстро прокатиться. Возможно, что быстрее, чем пешки белых. Опять же, это требует некоторой проверки с компьютером, которую я сейчас проводить не буду. В общем, единственное, что я помню, что у белых точно нет никаких проблем, и именно черные здесь боятся за перевес. Но, если нужны какие-то конкретные варианты, то лучше, конечно, проверить это самому. Ну вот, то есть после son b4 черных выручает тот факт, что появляется вилка на c2. Единственный способ для белых поэтому остаться с примерным материальным равновесием, это fc8, шах. Адер бьет c8, ef, son b4, король e2, gf. Ну и, как нетрудно заметить, у черных лишняя пешка. Правда, пешка очень слабая, у белых в ближайшее время может быть некоторая активность. Но в любом случае только черные здесь боятся за победу. Насколько я помню, компьютер давал оценку что-то вроде минус 0,5. Но я могу даже сейчас проверить, на самом деле. Даже больше, минус 1. Ну вот, то есть, ну, варианты, конечно, несколько зубодробительные. Ход король e6 без предварительной подготовки сделать просто невозможно. Но, если вы посмотрели это видео и запомнили теорию, то после варианта, после хода слон bc4, вы форсированно получаете большой, ну, существенный перевес черными. Что, конечно, не может не радовать. Ну, то есть, мы покрыли оба хода, слон bc4 и dE. И на этом рассмотрение хода e4, как ни странно, заканчивается. Потому что, действительно, после e5 у белых других альтернатив серьезных нет. Опять же, если с ходом dE все понятно, то ход слон bc4, в который раз повторюсь, заслуживает серьезного анализа. И желательно повторить не только просмотр данного видео, а еще и какой-то работы самостоятельно. Либо с компьютером, либо с доской. Потому что, ну, легко забыть. Легко забыть эту теорию и просто остаться без ферзя. А это, безусловно, будет не самым желательным, конечно, исходом, исходом дебюта. Но, все-таки, все варианты, которые, только что понимал, не проверены с компьютером и дыр там нет. Ручаюсь, практически ручаюсь головой за это. Ну вот. Поэтому с ходом кунистрима мы более-менее разобрались, с ходом bc4 тоже. И остается последний серьезный ход, ход e3. Ну и с ходом e3 получилась забавная штука. Вот e3 основной в этой позиции, то есть он встречается намного чаще, чем e4. Правда, он встречается реже, чем кунистрима, но кунистрима в 90% случаев это расписные ничьи. Поэтому из серьезных ходов e3 это самый основной. Ну вот. И долго, еще где-то вот, когда только вышла вторая часть данного видео, я еще раздумывал над тем, какой здесь ход предложить. То есть e5 или слон g4. Потому что слон g4 это была практически моя идея. То есть там были какие-то партии, с которыми я был даже до этого не знаком. Но оказалось, что так играл гей, не то в быстрые шахматы, не то в блиц. В общем, я не был уверен в том, вообще корректен этот ход или нет. Вроде бы компьютер говорил, что все нормально, но это было не очевидно. А потом так было сыграно в решающей партии личного чемпиата Европы в последнем туре. То есть создалась вот эта позиция, и действующий чемпион Европы Евгений Нарр. Пошел сон g4 против Дениса Хисматулина. После этого я решил, что можно это рекомендовать. То есть ход прошел, проверка на достаточно высоком уровне. Все-таки чемпионат Европы это очень сильная швейцарка, в которой больше 70% участников это гроссмейстеры. Ну вот. Дело в том, что с большим запасом самый основной ход здесь это e5. И как я уже говорил, я хотел его рекомендовать, но после e5 получается позиция с изолятором. И несмотря на то, что эту позицию с изолятором играть можно, все-таки тут, ну во-первых, она требует очень хорошего понимания игры против изолятора, что наверняка есть не у всех зрителей данного ролика. А в других это немножко неправильный изолятор. Обычно изоляторная пешка d4, то есть структура такая, пешка d4 против пешки e6, и пешки c у черных нет. И там черные развивают слона, белопольного слона, которая проблемная фигура. Либо они развивают его на b7, то есть это оптимальный случай, но не всегда получается. Либо они ставят его на d7, и в дальнейшем на c6, после чего белый играет конь e5, и выменяет этого слона. Ну и там получается, черный после этого чаще всего бьет bc, коня ставит на d5, и получается структура, которую можно рассуждать очень долго, но она к данному видео вообще никакого отношения не имеет. Либо черный прячет этого слона на e8, и казалось бы, слон стоит там посильнее, но он всегда готов выскочить либо на c6, либо на b5. А вот изолятор против пешки c, это совсем другая структура. Но в ней все та же самая проблемная фигура у черных, это слон c8. То есть кажется, что слон, наоборот, скрыт, у него целая диагональ. На самом же деле, когда перед черным встает задача развития этого слона куда-то, это далеко не всегда так просто. Потому что, во-первых, когда он уходит, очень часто у белых появляется рисунок с fb3, цепляя пешку b7. Во-вторых, ну, очень часто белые играют таким образом, что они ставят пешку на h3, ферзя на c2, по ик на f3. И у слона не остается ни поля g4, ни поля f5. А это единственный поля, на который он может удобно развиться. То есть, по внешним признакам, изолятор против пешки c6 кажется более выгодным для черных. На самом деле, все далеко не так просто. Ну, конкретно вот в данном варианте есть еще один нюанс. Дело в том, что белые прошли a4, что нетипично для структуры с изолированной пешкой. И они создали слабости на ферзя на фланге, в том числе слабое поле b4. Но есть у этого и позитивная сторона. Дело в том, что практически наверняка... Ну, то есть, основной ход за белых вот здесь это ход a5. Создавая вот такой вот зажим на ферзя на фланге. И еще скажу, что ход e5 рекомендует гроссмейстер Борис Аврух в своей титанической работе по славянской защите. Я во многом на нее опираюсь в данной видеосерии. Но также во многих местах мои рекомендации отличаются. Например, вот здесь Аврух приводит там много различных разветвлений. И, в конце концов, приходит к выводу, что черные удерживают равновесие. Но проблема данной позиции в том, что в зависимости от расстановки белых фигур, черные должны очень точно выбирать момент для того, чтобы пойти b5. Потому что ход b5 создает слабость на c6. То есть, ну, там какие-то крайне тонкие вообще нюансы с расположением легких фигур белых, которые я сам не до конца понимаю. И уж тем более я не рискну их объяснять. И уж тем более я не стану это никому рекомендовать. Потому что разобраться в этом крайне тяжело. А вариант все-таки конь h4 забел довольно боковой. И получать позицию, то есть рисковать попасть под серьезный позиционный зажим в такой ситуации, что единственный способ этого избежать, это провести b5 в идеально нужной редакции. Это, ну, нет, совсем не нравится. Поэтому мне крайне не хотелось рекомендовать ход e5. В какой-то момент я думал, что придется, но вот я подвергал, пришел к выводу, что вот эта идея слабость 4 жизнеспособна. Нашел партии Аниша в быстрый шаг, вот, или в блиц, там, я уж точно не помню. Ну, и потом так сыграл Найр в решающей партии для себя. Ну, можно сказать, партии жизни. И развеял все мои сомнения. Так что, помимо хода e5, который мы только что обсудили, ну, вкратце, есть ход с лж4, и именно ход с лж4 будет основной рекомендацией в данном видео. Ход выглядит вызывающе. Хотя, потому что, как нетрудно убедиться, черные уже успели в данной партии сыграть слон f5, солнце 8, и теперь они опять ходят с лж4. Ну, что выглядит немножко так странно. Но, опять же, конкретика решает. После слон g4 у белых, как ни трудно убедиться, только два. Только два серьезных хода. Это ход f3, который будет основным. И это ход слон e2, который был сделан в небольшом количестве партий, но ход слон e27 не опасен. Ну, предположим, слон e2. Взяли. С e2. Здесь 7. Ну, черные, белые могут сразу взять на c4, но обычно предпочитают решить проблему этого коня, потому что в данной позиции на h4 он абсолютно без толков. То есть играет конь f3. Ну, и черные проводят абсолютно типичный для славянки план. То есть ферзь c7, 2-0, e5. Ну, получающаяся позиция после, например, де конь e5, конь бьет e5, ферзь бьет e5, ферзь бьет c4 явно никаких опасностей в себе для черных не несет. Потому что, ну, черные смогли разменять своего белого пола не на коня f3, что бывает довольно часто, а на слона e2. Ну, и тут абсолютно очевидно, что у черных нет ни одной пешечной слабости, у них нет ни одной пассивной фигуры. У белых слабости на ферзь ров фланге. Единственный план белых состоит в том, чтобы накатить каким-то образом пешками по центру f и e. Ну, обычно черные справляются с этим планом без особых сверхусилий со своей стороны. В общем, ход слона e2 просто не опасен, его практически никто никогда не делает. Потому что, во-первых, черные могут даже не играть e5, они могут во многих позициях пойти e6, и вот получить что-то такое. И играть e5 только когда белые пойдут e4. Но, опять же, типичная позиция славянки, только с размененными белополами. А это всегда в пользу черных. А вот ход f3 намного более серьезный. Белые таким образом пытаются высвязить тот факт, что вот эти вот метания белопольным слоном туда-сюда это вряд ли были хорошие идеи. То есть кажется, что черные ходы слона f4 просто помогли развить им белых. На самом деле, все не так очевидно. Тут у черных есть ход слон d7. То есть ход слон e6 тоже возможен, но в этом случае белые быстро накатывают e4, f4, мы на нем подробно останавливаться не будем. Слон d7. Кажется, что слон на d7 стоит просто совершенно ужасно. Он отнимает поле для развития собственного коня, но сам он по себе не выполняет никакой функции. И в чем, казалось бы, идея такого странного хода. Идея, как обычно, да, очень конкретная. Олег прав. Сегодня Олег просто в яблочко бьет каждым своим. Замечание, действительно, белые на простое, черные, то есть на простое взятие на c4, играют g5. Правда, этот вариант нужно продолжить, но мы это сделаем через, ну, совсем короткое ве. Пока просто скажу, что черные здесь угрожают пойти g5 и выиграть фигуру. Потому что белый ходом f3 отняли единственное нормальное полюсовое коне. Ну вот. Почему же слону отступать на d7, а не на c8? Ну, на e6 отступать невыгодно, потому что слон в итоге выпадает под удары пешек. А почему не на c8? Дело в том, что у хода слона d7 есть еще одна идея, такая немножко более скрытая. Дело в том, что во многих вариантах черные хотят удержать пешку на c4. А чтобы ее удержать, черные могут пойти b5. И это практически исключительный случай для славянки, когда черные проводят b5 в тех позициях, когда белая пешка уже стоит на a4. Ну, собственно, больше такого ресурса я не встречал ни в одной славянской позиции. То есть обычно черные играют сначала b5, а белые потом подрывают. А тут черные играют b5 уже при пешке белой на a4. Это возможно только благодаря положению слона d7, которая абсолютно во всех остальных вариантах славянской защиты абсолютно бестолковая. Это вот абсолютно исключительный случай, когда слон на d7 имеет какой-то смысл. Ну вот. И не так давно мой файл здесь состоял... В моем файле были только два следующих хода за белых. Это ход слон bc4 и ход e4. Но не так давно, а если быть точно, буквально 3 дня назад против меня в блиц сыграл достаточно сильный блицор и сильный игросмейстер из Украины Александр Зубов. Сыграл здесь f4. И ход этот сильно порицается компьютером, но чем дольше я приглядывался, тем больше он мне нравился. То есть я там нашел способ достаточно комфорта уравнять за черных. Вот уже в последующем анализе. Но, по крайней мере, ход f4 заслуживает упоминания. Это уж точно. Ну а пока начнем с хода слон c4. Ход из всех, возможно, здесь альтернатив за белых самый слабый. Черные выигрывают-таки этого коня. Ферзь b3. Единственная попытка что-то сделать. Но идея такая, что на e6 у белых есть ход конь f5. Поэтому e6, к сожалению, играть нельзя. Но черных есть ход ферзь b6. Собственно, один из моих излюбленных приемов. Размен ферзей. Да, и черные дают на f7 с шахом. Но то, что конь на h4 в ловушке намного более важен. Ну и после слон бьет f7, король d8, у белых недостаточная компенсация за фигуру. Потому что им надо либо убирать ферзя куда-то, предположим, на c2. Но в этом случае черные забирают чистого коня. То есть они не отдают эту пешку g. У белых только одна пешка за фигурой. И у них нет никакой атаки. То есть король на d8, но атаки нет. Более того, черные, возможно, урожают пойти e6. Еще и слона замуровать на f7. В общем-то, по сути, в классической партии все было бы кончено. В блиц, конечно, все возможно. Но в любом случае, личная фигура на выходе из дебюта, это неплохо. Ну, а если белые хотят получить хотя бы одну пешку за этого коня, еще одну пешку за этого коня, они должны менять ферзей. То есть либо позволять черным бить на b3, либо бить саи на b6. Да. И играть конь g6. В этом случае у белых две пешки за фигуру. Но ферзей разменены, и явно компенсации тут мало. Потому что, ну, конь разовьется на h6, что там тут e6, слона разовьет. И, ну, понятно, что у белых шанс, некоторые шансы на ничью есть, но все это не очень серьезно. И, на самом деле, я уже выиграл несколько партий вот таким вот, просто используя то, что белые взевают коня на h4. То есть в нескольких партиях у меня было смс4 и g5. Несколько раз соперники сдались. Несколько раз было сыграно 2-0. В ферзб3 еще не было сыграно ни разу. Как не смешно. Ну вот, поэтому вот он с e4 слаб. Приводит к явно лучшим перспективам у черных. Два более серьезных хода. Это e4 и f4. Ну, начнем, наверное, начнем с хода e4. Ход f4, который вот сделал со мной зубов, мне кажется, даже более сильный. После e4 черный играет e6, что не выглядит очевидным, очевидным, но тем не менее это сильнейший ход. Дело в том, что черный в вариантах, это не всегда это хорошая идея, но тем не менее в вариантах черные хотят взять на e4, подсвечивая безобразное положение белого коня на f4. Но, правда, в ответ на ходсом bc4, взятие на e4 приводит достаточно серьезную компенсацию у белых за потерянную пешку. То есть вот в этом варианте, ну, у белых есть компенсация, это видно невооруженным взглядом. Возможно, у черных все равно хорошая позиция, но я не рекомендую так играть, потому что есть более сильный ход, и тоже очень отдельный ход c5. Кажется, что у белых некоторый перевес в развитии и перевес в пространстве, но это обманчивое впечатление, по крайней мере, вот часть относительно перевеса в развитии, потому что конь на h4, он хуже, чем конь на g1. Кажется, что он развит, на самом деле это какое-то антиразвитие просто. И белые должны, видимо, играть 2-0, ну и после cd ферзь d4, конь c6, ферзь в 2, ну, во-первых, тут видно, что белые явно не могут ни на что претендовать, из-за, ну, крайне дурацкого положения коня на h4. А во-вторых, тут у черных есть конкретная идея, я прошу на нее обратить внимание, она может сработать и в других позициях, это ход ферзь за 5. То есть, например, вот в финале недавно прошедшего кубка, в финале недавно прошедшего кубка Феникса, я вот ходом ферзь за 5 выиграл партию в дебюте. Насколько помню, Олег это даже комментировал. И там идея заключалась в том, что черные, это был двойной удар на короля и на слона g5. А тут тоже... Да, я помню, слева и было. Да, а тут тоже у черных есть конкретная идея, а именно сыграть g5. И снова поймать этого коня. Дело в том, что ход ферзь за 5 через всю доску защищает защищает пешку на g5. И это достаточно легко зевнуть. То есть, вот, предположим, черные, белые увидели, что грозит слон c5, хотя слон c5 это менее опасный год, чем g5, потому что есть слон e3. Предположим, белые захотели сделать ход король h1, или слон e3. Ну, и после g5 черные остались лишней фигурой. Поэтому белым, видимо, надо здесь делать какой-то крайне уродливый ход вроде g3. Ну, и черным просто пойти слон c5 и поменять слонов, пойти 2-0. В дальнейшем сыграть на конь g2, e5 и конь d4. Но только у черных здесь может быть лучше. Поэтому ход слон c4, видимо, просто не оптимален. И если уж белые пошли на эту позицию, то надо играть в гамбитном стиле, играть g3. То есть теперь, если черные никак не g3, идея, конь возвращается в игру через поле g2, ну и заодно никаких тактических трюков с конь e4 у черных нет. Потому что даже наш 4 конь теперь защищен. Ну вот, если белым дать возможность спокойно побить на c4, и потом сыграть 2-0, то у белых будет перелес. За счет центра, за счет плохого положения слона d7, коня на b8. Поэтому здесь черные должны использовать вторую идею этого хода слона d7, а именно играть b5. И вот в данной позиции черным действительно предстоят некоторые страдания. все-таки все-таки у белых есть компенсация за пешку в виде сильного центра. Но компьютер тут однозначно, совершенно однозначно встает на сторону черных. То есть он пишет, если не ошибаюсь, что-то вроде полпешки в полпешке, полпешки в полпешке. А это очень серьезно для подобной структуры. Ну и действительно я немножко подвигал эту позицию. у черных нет особых проблем. У белых есть компенсация, но слон уходит на e8, конь развивается через d7. Важно, конечно, поэтому не земнуть пешку на b5. У белых есть компенсация такого каталонского типа, но я бы точно здесь взял бы черных. И если эту позицию надо позицию еще немного проводить самостоятельно, то вообще можно идти сюда без всякой опаски. Ну и также важно не забывать, что для того, чтобы белым хотя бы дойти до этой позиции с компенсацией за пешку, им нужно, во-первых, сыграть здесь e4, что обычно люди играют с e4 и зевают коня, честно скажу. Но даже после e4 и e6 белым нужно сделать такой, ну крайне неочевидный ход g3, потому что очень хочется побить на c4. Ну, собственно, это единственный ход, который против меня делали в этой позиции, и то крайне нечасто. Даже до этой позиции доходило нечасто, а g3 не было сыграно ни разу. А после c4, у черных, повторюсь, есть сильный ход c5, разрывая центр, подчеркивая неудачное положение коня в 4. Ну и даже если вдруг ваш соперник либо, не знаю, смотрел это видео, либо он очень грамотный, позиционный шахматист и почувствовал, что вот здесь есть компенсация, в любом случае, мне кажется, что это лучше, чем, например, тот же антимосковский гамбит в славянке, который, тем не менее, играет, ну, очень много игр в смесье, или вариант ботвинника в славянке. То есть, это похожая структура, но у белых здесь фигуры стоят хуже, поэтому у черных лучше шанс, чем обычный. Вот, например, сравните с антимосковским гамбитом. Там черные играют h6 и g5. То есть, мало того, что у них-то ферзи на фланге слабости, у них еще и на королевском фланге слабости, и у них хуже развития, чем в этой позиции, но все равно считается, что черные более-менее держатся там. А тут-то и королевский фланг надежен, и черных пара лишних темпов, и пешка на f3, и конь на e3 как-то не очень сочетаются между собой и с аналом на g2. В общем, впереди много игры в этой позиции, но у черных нет оснований быть расстроенными итогами дебюта. Ну вот, и самый серьезный видимо ход, и это последнее, что вообще остается в данном видео, это ход после слона d7 f4. Это как раз обновление, да? Да, это обновление, так со мной играл сильный брицор с рейтингом серьезным за 2.700 Александр Зубов, шах в этой планете, буквально совсем недавно. И Зубовым я играл b5, потом e6, и получил то есть я удерживал эту пешку и получил в итоге большой перевес черный по дебюту, но только потому, что Александр сам ошибся. Это ему не помешало в итоге выиграть партию, но придя, не то чтобы я и был дома, но открыв честбейс, я понял, что на самом деле удерживать пешку крайне рискованно, и вся эта татьяна была бы поставлена под сомнение. и для этого видео я предлагаю немножко другую схему. Схему игры за черным. b5 играть надо, то есть идея хода f4 на самом деле очень проста. Белая захватывает пространство, но основная идея не в этом. Дело в том, что теперь g5 не играет, и конь может с ближайшим будущим вернуться на f3. Да, на c4 висит, поэтому b5 ход такой полувынужденный, конь f3, конь f3 тоже крайне логичный, ничего сильнее у белых нет, и так против меня играл зубов, и здесь против зубов я пошел e6, и наверное так играть можно, но очень рискованно, а ход b4 скорее всего просто-напросто сильнее. То есть ходом b4 черные ясно дают понять, что они не собираются цепляться за лишнюю пешку, потому что на c4 теперь практически полутруп явно это пешка долго не проживет, но черные забоевывают несколько темпов для своего развития, рано или поздно не проведут c5, и получится либо скучная равная позиция, либо черные могут даже перехватить за счет более активных фигур, в зависимости от качества игры белых в первую очередь. У белых тут есть два хода, конь a2 и конь b1, и вот тот самый редкий случай, когда конь a2 на самом деле сильнее. И сильнее не потому, что ход конь a2 гарантирует отыгрыш пешки, но обратите внимание, двойной удар, грозит са4, конь b4, но конь a2 ход сильнее, чем конь b1 по другой причине, потому что конь c2 перейдет на c1 и в итоге на d3, а d3 это просто оптимальное поле для коня в данной структуре. то есть это все очень медленно, и черные получают контры игру, но все равно это сильнее, чем конь b1. Да, после коня a2 конь b1 мы коснемся тогда в самом последнем фрагменте данного видео, но после коня a2 черные должны безусловно защищать более важную, более ценную пешку, а именно пешку b4, играть a5. Белые забирают на c4. Тут важно не сделать шаблонный ход e6, важно сначала вытащить слона за пешечную цепочку, то есть пойти слон f5, ну и также очень важно не пойти слон g4, не зевнуть удар на f7, после чего приходится сдаться. То есть запомните, что надо вытащить слона за пешечную цепочку, но желательно на f5, желательно не проигрывать в 10 ходов. То есть слон f5, 2 0, e6, ну кажется, что черные вообще для вашего будущего проведут c5 и не будут испытывать совсем никаких проблем. Ну вот тут вот белые высвечивают свои идеи, они играют b3, слон e7, ну и конь, или конь d7, это по сути приводит к одной и той же позиции, слон b2, 2 0, конь c1. Я не буду касаться возможностей белых, которые не связаны с этим переводом коня, то есть предположим здесь ладят c1, это очень слабый ход, потому что черные проведут, просыграют конь d7, проведут c5, и конь на 2, ну это просто абсолютно уродливая фигура. То есть единственная причина, по которой имеет смысл ставить коня на 2, это его перевод через c1 на d3. То есть слон b2 до 0, и здесь конь c1 это единственный разумный ход. И вот это вот, казалось бы, что идет маневренная игра, но вот эта вот позиция получается полуфорсирована. Конь d7, и это важный момент, потому что если белым дать пойти конь d3 абсолютно безнаказанно, и потом ладят c1, как ни странно, у белых за счет несколько более гармоничного расположения фигур может быть небольшой перевес. Поэтому вот важно на конь d3 моментально ответить конь b6. Это единственный недостаток хода конь d3, что слон остается, ну по сути, пойманным на c4. И после конь f5, черные разумеется его меняют. Конь c4, ладят c8. И тоже в белых, со слона c4 белые могли бы здесь претендовать на некоторое позиционное преимущество за счет того, что они начали обрабатывать эти слабости на c6 и на a5. Но при размененном белополе у черных всегда будет сильная контр-игра в будущем за счет слабых белых полей. То есть вот тут белые, наверное, серьезно предпочли бы иметь свою пешку не на f4, а на f2. Но уже, к сожалению, поздно, и пешки назад Ну и поэтому у черных тут, видимо, действительно полноправная контр-игра. Но это важный момент. То есть если промедлить и дать, например, белым поставить коня с d3 на e5, потом выбрать с ла на e2, белые получат заметный позиционный перевес. Ну вот. Поэтому... Поспешно с учетом слабой, да? Да. И черные, даже когда проведут c5, у них немножко хуже стоят фигуры. Это тяжело объяснить, но это, если вы начнете играть эту позицию, это сразу станет понятно. Поэтому ход конь d3, видимо, просто не очень удачный. Из-за того, что допускать размен белопола невыгодно. Сильнее ферзь e2. Но тут, к счастью, ферзь e2 это не то, что потеря темпа. Она все-таки не такой полезный ход, как конь d3. И черный успевает пробить по центру путем c5. Тут после конь d3 ла на c8 уже больших проблем нет. Обратите внимание, в будущем все равно можно сыграть конь b6. Но ферзь e2 просто неточный ход. в случае исполнения черными ходами c5. Ну, а если ладья d1, то cd конь d4 вообще не очень выгодно из-за слона c4. Приходится возвращаться конь обратно. Да. Ну, а если брать слоном, то просто ладья c8. Ну, это достаточно типичная ситуация, например, для того же принятого ферзя ваганбита. В целом, структура асимметричная. У белых можно сказать, что чуть-чуть более активные фигуры, но пешка на f4 стоит хуже, чем пешка на f2. То есть в будущем на e3 слабость, на e4 слабость это может сказаться. Опять же, эта позиция требует ну, некоторого понимания шахмат, потому что, ну, я с планией думать, что более сильный игрок здесь переиграет более слабого. То есть, ну, возможности для этого позиция предоставляет. Но в любом случае я не был способен найти ничего лучше за черных, чем вот это вот. У черных здесь объективно с точки зрения шарфанда истины нет вообще никаких проблем, у них не хуже абсолютно. Ну, если вы играете сильнее, чем соперник, вы вполне можете его здесь переиграть. Ну, черных собираются в ближайшем будущем ферзя перевести на c7, возможно, на b8, или даже на a8, ладью поставить на d8. Просто все фигуры улучшить. Важно в некоторых позициях пойти h6, сделать форточку, заодно иметь возможность спать слан на h7. Ну, опять же, рассуждать нужно долго. Главное, что у черных тут нет проблем. Но, тем не менее, ход коня 2 в любом случае намного сильнее, чем конь b1 вот в этой позиции. Потому что после коня b1 казалось бы, конь на b1 намного ближе к эпицентру событий, он может прийти на d2 или взять на c4. Но тут вот конкретика оказывается в том, что поле c4 оно не может разорваться на две фигуры. На коня на слава f1 и на поле и на коня b1. Поэтому, ну, как вы сейчас увидите, фигурам белых несколько не хватает гармонии. После c5 на c4 и конь c6. 2 0 e6. Вот во всех подобных позиций белым очень хотелось бы иметь своего коня d3 и слава на b2. Но, скорее всего, на b1 все это же недостижимо. И, в общем-то, если сейчас белый делает какой-то ну, вялый ход вроде b3, то после cd у черных просто перевес. На ed понятно, что у черных чуть лучше структура. После коня d4 слава c5 слава b2. И обратите внимание, что этот конь вместо шикарного поля d3 должен будет занимать ну, не очень удачное поле d2. и что-то постучит лучшая позиция. Конь d2 и, например, ферз b6. То есть, ну, в сравнении с коня d2 вот этот вариант явно проигрывает за белых. Да, вот все внутри нюансов держится. Да. Ну, тут, с другой стороны, у белых есть другой ресурс. Они практически обязаны его играть, чтобы не попасть в худшую позицию. Это ход f5 после слона d6. Да, f5, ну, понятно, что брать на f5 слишком рискованно, в первую очередь по причине конь g5. Просто на f7 не держится, приходится играть слон e6, но это очень, очень слабо. Но черные, к счастью, для себя могут просто игнорировать этот ход f5, потому что белые, на самом деле, после хода слона d6 довольно серьезно отстают в развитии и не способны никак высветить тот факт, что черный король пока не рахирован. То есть, лучшее, чего здесь могут добиться белые, это создать в черном слабость на e6. Fe, слон e6. Ну, важный момент, очень простой, но тем не менее важный, что d5 не работает по причине двойного взятия. Слона h2. Да, и это самый распространенный тактический удар в шахматах, это я сейчас не шучу, это было недавно какое-то исследование на эту тему. Именно слон bh2, с выигрышем ферзя, вот этот вскрытый удар, это самый распространенный тактический удар в шахматах. То есть, даже чаще, чем слон h2 против позиции рокировки, если конь g4, чаще, чем вообще все остальное. Ну, такой вот забавный момент. Да, но черный выиграет, поэтому ход d5 невозможен. Белым лучше всего просто побить на e6, хотя бы создать слабость на e6. Ну, и тут после конь d2, 2 0, какой-нибудь конь c4, например, слон c7. Компьютер, почему-то я считаю, что если у черных лучше, я, может быть, недостаточно хорошо оценил эту позицию. Мне кажется, что позиция равная. b3, cd, ed. Ну, белых изолятор, черных изолятор. В черных есть хорошее блокадное поле d5. С другой стороны, можно утверждать, наверное, изолятор черных слабее. Ну, в общем, позиция достаточно рваная. Опять же, в ней более сильный шахматист, скорее всего, победит. Но, и, что важно для нас, с точки зрения, скажем так, дебютных аналитиков, то, что у черных после 20 сделанных ходов нет никаких проблем. То есть, поменьше мере равенства здесь есть. Ну, и на этом, собственно, подробное рассмотрение хода конь c4 заканчивается. Достаточно короткое у нас сегодня получилось видео, всего лишь чуть больше одного часа. Можно вкратце... это удивительно. Да, ну, все-таки... Всего лишь один вариант, мы забирали столько времени, обычно у нас на рассмотрение какого-то... Ну, как это сказать... Какой-то ветки уходит около трех часов, да, Никита? Ну, двух скорее. Ну, в общем, немножко короче, чем обычно, но и вариант конь h4, но не такой принципиальный, как e3 или конь e5. Тем не менее, некоторые... некоторые интересные варианты мы провели. Ну, еще раз, вот в конце видео я сакцентирую внимание наших зрителей на том, что очень важно помнить и на том, что... То есть, на том, что менее важно помнить, я сакцентировать внимание не буду, чтобы не записывать еще один час. На мой взгляд, самый важный вариант вообще из всего, ну, для жизнеспособности вот этого хода слон c8. Из всего, что мы сегодня показывали, самый важный вариант это e4, e5. Слон c4, ed, e5, dc, слон f7, король f7, ферзь d8. Вот это очень важно помнить, что здесь играет от cb, ферзь c7, король e6 и дальше по тексту. То есть, хотя бы дохода король e6 очень-очень важно помнить этот вариант, потому что иначе вы просто не выйдете черным из дебют, а это крайне нежелательно. Ну, собственно, это все, что критически важно запомнить. Опять же, вкратце пробегусь по порядку ходов, что после коняш 4, если вы совсем не хотите ничьи, а ваш соперник хочет ничью, вы можете один раз повторить позицию, тут пойти e6, ход e6 по мнению, по моему мнению, несколько слабее, чем ход слон c8, но позиция получается богатая, если вы играете сильнее вашего соперника, то у вас не должно возникнуть особых проблем с тем, чтобы его переиграть. Ну, а какие-то более конкретные детали, они были освещены на протяжении последних 1 часа 20 минут. Всем спасибо за внимание, с вами были Алекс Соловаха и Никита Петров. В ближайшее время выйдут новые видеоролики по славянской защите. Пока трудно сказать, какое видео будет в следующем, скорее всего, вариант e3. В любом случае, следите за обновлениями в нашей группе, в нашем канале. Еще раз всем спасибо за внимание. всем спасибо. На этом, как говорится, Олег Соловаха заканчивает ассистир Никитис Петрова. Следующие видеоролики пройдут непосредственно с участием других администраторов, а именно Петя Андреева и Кирилл Широкова. Всем добрый вечер или доброго времени суток, в зависимости от того, когда вы смотрите данное видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!